изийских военных Чем характеризовалась работа Рособоронэкспорта в Истекшем 2014 году? Условия работы были весьма сложными Помимо санкций западные коллеги, в первую очередь США, проводили и проводят по всему миру от Латинской Америки до Ближнего Востока и некоторых других регионов точечную политику по срыву уже заключенных Рособоронэкспортом контрактов и созданию помех для подписания новых Это то, что мы называем недобросовестной конкуренцией Тем не менее плановые показатели по военно-техническому сотрудничеству в 2014 году нами были выполнены Более того, усилился интерес к российской продукции военного назначения поскольку в нас видят по-настоящему надежного партнера который не будет отказываться от ранее принятых обязательств и подписанных контрактов в зависимости от складывающейся политической конъюнктуры Мы осуществляем поставки оружия в полном соответствии с отечественным законодательством и признанными Российской Федерацией международными ограничениями там, где они есть В целом интерес к российскому оружию сегодня существенно возрастает особенно к тому, что используется силами антитеррора А борьба с терроризмом, как мы видим, где-то приобретает уже характер локальных войн Соответственно странам, которые ведут ее, требуется не только соответствующее вооружение и военная техника но и надежные партнеры-поставщики Что можно сказать в качестве заключения? Несмотря на имеющиеся неблагоприятные прогнозы в отношении России со стороны наших конкурентов Мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития ВТС, в том числе с Индией По нашим данным, в 2014 году мы обеспечили порядка 60% от общего объема индийских проектов в сфере ВТС с зарубежными странами Имея такой серьезный фундамент, мы строим основательные планы по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества с Индией Визит в декабре 2014 года Владимира Путина в Индию придал мощнейший импульс и нашему военно-техническому сотрудничеству Здесь провел переговоры и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу А также работала делегация Рособоронэкспорта, возглавляемая генеральным директором Анатолием Исайкиным То, что практически одновременно в Индии велась подготовка к визиту президента США Барака Обамы и госсекретаря Джей Керри Никак не сказалось на результативности российско-индийских встреч Так что мы не боимся конкуренции на этом рынке, какой бы она ни была Сергей Гориславский Опубликовано в выпуске номер 8, 574, за 4 марта 2015 года 6 марта 2015 года Права на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер Материал был размещен правообладателем в открытом доступе Оригинал публикации Продолжение следует...